Итак, сегодня утром стали известны предварительные итоги губернаторских выборов в двух регионах. В Владимирской области и Хабаровском крае. В обоих случаях явка была ощутимо выше, чем в первом туре. И в обоих же победу одерживают кандидаты от ЛДПР. В ЦИКе уже заявили, что это была одна из самых чистых кампаний о расстановке сил в регионах. Александр Лякин. Хабаровский край готовится к вступлению в должность нового губернатора. Во втором туре убедительную победу одержал представитель партии ЛДПР Сергей Фургал, который обошел действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта. Победитель уже предложил сотрудничество своему сопернику и подтвердил, что выборы в крае прошли без серьезных нарушений. Огромное спасибо жителям Хабаровского края за то, что они пришли на избирательные участки и высказали свое мнение или свою волю. Второе, хотелось бы сказать спасибо организаторам выборного процесса. Все-таки, как бы кто ни говорил, как бы оно ни шло, но тем не менее, по результатам мы видим, что выборы прошли честно и прозрачно. Действующий губернатор тоже обратился к своим избирателям. Дорогие земляки, в Хабаровском крае завершились выборы губернатора. Они прошли в конкурентной борьбе. Вы высказали свое мнение, и я признаю ваш выбор. Благодарю всех, кто поддержал меня. Для меня это было очень важно, и я высоко ценю оказанное доверие. С пониманием отношусь к землякам, которые проголосовали против. Главное, чтобы пришли и исполнили свой гражданский долг. Сегодня Крывой избирком подвел предварительные итоги голосования, но в окончательных результатах выборов ни у кого сомнений нет. Уже обработаны все 100% избирательных бюллетеней. И они введены в систему газвыборы. Таким образом, никаких изменений быть уже не может. Победителем будет признан на заседании избирательной комиссии через три дня Сергей Иванович Фургал. Это была настоящая борьба двух давних политических конкурентов. Пять лет назад на губернаторских выборах Вячеслав Шпорт с большим отрывом выиграл в первом туре у Сергея Фургала. А две недели назад они вышли во второй тур с почти одинаковыми показателями – 35%. Такие плотные результаты и предопределили повышенный интерес избирателей к этой компании. Явка во втором туре превысила все ожидания – больше чем 47%. У нас действительно начались конкурентные выборы. И что самое главное – жители края поверили в справедливость и достоверность выборов. И они пришли на эти участки. То есть российская избирательная система доказала и свою устойчивость, и работоспособность. Что касается нарушений избирательного законодательства. Штабы кандидатов и наблюдатели направили в избирательную комиссию десятки жалоб. Но в итоге большая их часть была отозвана. А официально зарегистрировано всего шесть. Две из них частично подтверждены. Две находятся на проверках в правоохранительных органах. Ни одна из этих жалоб никоим образом не может оказать влияние на итоги голосования на волеизъявления избирателей. Не менее драматичная борьба развернулась на выборы губернатора Владимирской области, где всю ночь шел подсчет голосов. Здесь во втором туре боролись действующая глава области Светлана Орлова от «Единой России» и представитель ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре Орлова набрала наибольшее число голосов 36%. А вот исход второго тура долго был неясен. Вперед вырывался то один, то другой кандидат. Но после полуночи Владимир Сипягин резко ушел в отрыв. И по предварительным результатам он набирает более 57% голосов и побеждает во Владимире. При этом и избиркомы, и наблюдатели заявляют, что нарушений на выборах в Владимирской области практически не было. Александр Лякин, Лариса Никитина, Антон Сильвоник, Сергей Филиппов, Первый канал.